Жители Львовской области жалуются на качество газа. Говорят, выбрасывают огромные суммы, а тепла и горячей воды не видят. Как сократить расходы людей и на самом ли деле газ некачественный, выясняла Галина Якушко. В квартире Ирины Бойко газовая колонка. Если раньше никаких проблем не было, то сейчас напор газа такой, что установка практически не работает. Даже чтобы помыться, приходится дополнительно киптить воду, а значит дополнительно расходовать и без того недешевый газ. Малий тиск, червоне полумя, видно, что что-то добавляют к газу, а еще что-то. Устав оплачивать счета, женщина решила заказать экспертизу газа. Специалісти взяли проби. Если результат подтвердится, что газ не соответствует нормам, то оплату этих работ по исследованию должен выполнить поставщик газа и перераховать вартость газа для этого использования в нижнюю сторону. Если показы будут в межах нормы, то, соответственно, замовленные работы оплатят споживач. Свои пробы взяли икзывщики из трубы, которая ведет в дом Ирины. Их тоже отправили в лабораторию. Сейчас мы будем действовать пуск пробы в хроматограф Кристалл-2000М, где будем визначать компонентный склад газа. Как показали результаты исследований, газ в трубе не содержит никаких примесей. Можно с уверенностью сказать, что тут нет никаких домишек поветра, потому что только бы появилось поветро, и сразу количество кисня взросла бы в разы. Не нашли специалиста никаких примесей и в том газе, который взяли в квартире Ирины Бойко. А значит, выложить за экспертизу более 2000 гривен придется ей самой. Что же касается стоимости газа, в зависимости от его качества, а не просто кубометров, как это происходит сейчас, то выход есть. Один из главных показателей качества газа – калорийность, которая определяет, сколько энергии может дать его сгорание. Будет пропонуваться вариант оплаты за газ, соответственно, к его калорийности. Теплоте сгорания газа. То есть, чем больше калорийность, тем, что споживач платит больше, чем меньше, чем меньше, тем споживач платит меньше. В НКР уже разработали свои предложения. Сейчас они находятся на стадии обсуждения. Если их утвердят, все газораспределительные компании обязаны будут совсем по-другому считать потребленный газ. В НКР ожидают, что нововведения вступят в силу уже в этом году. Грина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности Телеканал Интер. Двовска область.